Сегодня на еженедельном совещании в правительстве республики Олег Николаев поделился результатами первого заседания Высшего экономического совета. К временно исполняющим обязанности руководителя региона обратились директора предприятия. Они обратили внимание на такую проблему. Налоговая служба блокирует банковские счета при копеечной недоимке. И это тормозит деятельность организации. В связи с этим в Рио главы республики дал ряд поручений своим подчиненным проанализировать возникшую ситуацию с банками и предприятиями. Очевидно, здесь нужна некая организационная работа, которая бы нам позволила за счет какой-то перенастройки совместных действий с одной стороны обеспечить, чтобы налоговая выполняла свои прямые функции и обеспечивала пополнение бюджета и выполнение всех нормативов, но при этом не создавать препятствий там, где их можно не создавать. Потому что, коллеги, мы все здесь живем на территории Чувашской республики. И очевидно, все мы заинтересованы, чтобы наши предприятия эффективно работали, обеспечивали рабочими местами людей, которые там работают. И в итоге пополняли бы и бюджет Чувашской республики, предоставляя нам возможность решения очень важных социальных задач. Что касается самого Высшего экономического совета, то первое его заседание стало резонансным. И желающих принять участие в дальнейших встречах много, отметил Михаил Ноздряков. Исполняющий обязанности министра финансов выступил с предложением работу Высшего экономического совета в дальнейшем выстраивать по отраслевому принципу. Банкиры уже собрались один раз, айтишники очень большую активность проявляют, аграрии, промышленники и так далее. То есть можно как бы собираться и генерировать идеи и предложения. Продолжение следует...